Азербайджан 9-10 ноября 2020 года подписано совместное заявление глав Азербайджана, России, Армении. Мы полностью привержены выполнению и будем выполнять все пункты заявления от 9-10 ноября 2020 года. Конкретно касательно пункта 9 заявления, который подразумевает под собой разблокирование транспортных коммуникаций. Согласно принятому в Москве 11 января 2021 года решению о создании рабочей группы под председательством заместителя председателя правительства России, вице-премьера Азербайджана и присутствующего здесь вице-премьера Армении, создана рабочая группа, в рамках которой вопросы связаны с 9-м пунктом, а именно конкретно разблокирование транспортных коммуникаций решается и рассматривается. В этой связи заявление о том, что Азербайджан решение транспортных вопросов сопровождает силами, применением силы и угрозы, я думаю, без комментариев, потому что это в рамках решений трехсторонней рабочей группы. И это решение, как уже было в моем выступлении сказано, выступает и связано не только с интересами Азербайджана, но, как буквально недавно заявляли и другие представители региона и прочее, это отвечает интересам всех. Следующий вопрос касательно, здесь был затронут вопрос о военнопленных и не только на этом совещании. О военнопленных, согласно заявлению, тому же заявлению от 9-го, 10-го, 20-го года к пункту 8-му о передаче военнопленных и прочее, хочу сказать следующее, что Азербайджан полностью выполняет и эти решения. В этой связи хотел бы прокомментировать следующее. В заявлении МИД Российской Федерации от 9-го ноября 2021 года при участии российских миротворцев с 22 декабря 2020 года в общей сложности возвращено 122 военнослужащих и удерживаемых лиц. Из них вернулись в Армению 105 человек, вернулись в Азербайджан 17 человек. Вместе с тем, после двух недель подписания соглашения о прекращении огня, 13-14 декабря, вооруженные лица в количестве 62 человек после окончания войны, были задержаны на территории Азербайджана, которые по всем международным нормам не считаются военнопленными, они вошли на территорию нашей страны с дивизионной целью, были задержаны и соответственно на них статус военнопленных не располагали. Вместе с тем, невзирая на это, Азербайджан вернул 29 из них армянской стороне. 33 человека из этой группы осуждены нашими судами и будут нести судебную ответственность. Еще один вопрос по поводу, здесь поднималось, хотел бы сказать следующее. 23 сентября текущего года на 76-й Генеральной Ассамблее ООН Азербайджанам было заявлено, что на его территории образования, как на Нагорный Карабах, больше не существует. В Азербайджане есть Карабахский экономный район и Восточно-Зангизурский экономический район. Спасибо за внимание. Армения придерживается и будет придерживаться исполнения всех пунктов заявления от 9-го, 10-го на 10-го. И от 11-го января, и, конечно же, безусловно, так оно и происходит с армянской стороны. Но при этом я хочу коротко, но переподтвердить или переповторить очень важный нюанс. Нагорно-Карабахский конфликт не может быть решен силой. Урегулирование конфликта можно достичь путем мирных переговоров исключительно в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ. И в этом смысле для разрядки ситуации и выхода на этап мирного развития в регионе необходимо, чтобы Азербайджан принял конструктивную позицию и отказался от политики агрессивной риторики и враждебных действий. Спасибо.